здравствуйте товарищи 16 марта в москве состоялся съезд российского союза промышленников и предпринимателей 18 марта в нижнем новгороде прошел очередной семинар фонда рабочей академии федерации профсоюзов россии российский комитет рабочих это два очень примечательных события хотя можно конечно увидеть и разницу между ними российском комитете рабочих присутствовало 17 делегатов от инициативных групп рабочих от профсоюзных комитетов а на съезде российского союза промышленников и предпринимателей было больше 1000 делегатов но и вот я думаю что со мной согласятся что значимости события надо судить не по количеству участников это не главный показатель потому какую позицию выработали участники этих событий и каковы перспективы вот тех общественных сил которые были представлены на двух этих событиях вот начну с российского комитета рабочих значит 17 делегированных рабочих это представители предприятий из разных концов нашей великой страны и туркутска до карелии конечно москва ленинград и другие города и очень были в том числе представители очень крупных предприятий и в повестка была очень напряженной очень насыщенной потому что решались вопросы о том как должны рабочие профсоюзные организации способствовать повышению производительность труда в интересах рабочего класса как профсоюзные организации должны участвовать в обучении рабочих и наконец что в нынешней обстановке нужно выставлять в качестве требования повышения положения рабочего класса и вот надо отметить что по всей этим вопросам что очень интересное очень содержательное обсуждение и это было не случайно дело в том что проблема производительность труда это ведь не просто такая проблема которая затрагивает косвенным образом интересы работников это проблема которая затрагивает саму их трудовую жизнь потому что здесь речь идет не о результатах труда да только или по крайней мере здесь результаты не главное не о том как распределять результаты в виде повышения заработной платы увеличения свободного времени о том как организовать саму трудовую жизнь и здесь рабочие лучшие эксперты лучшие знатоки потому что это непосредственно идет речь об их жизни им не надо судить со слов да хорошо разбираться конечно в теории это очень важно но например чтобы различить повышение производительности труда и увеличение интенсивности труда и вот рабочие делегированные наседания российского комитета рабочих очень четко поставили вопрос о том что сегодня увеличивать выпуск надо именно за счет повышения производительности труда то есть за счет того чтобы единицу времени производилась больше продукта в единицу рабочего времени на основе использование новой техники совершенствование методов работы на основе обучения работников на основе повышения мотивированности работников да и очень рабочие четко выступили против того чтобы увеличивать выработку за счет повышения интенсивности труда то есть напряженности труда в единицу времени когда рабочих заставляет больше делать движение в единицу времени напрягаться да и это тоже ведет к росту выработки но это отнюдь не означает что повышается производительность труда и вот рабочие поскольку это решили забыли жизни очень хорошо по своему опыту знают в чем это разница и они говорили о том что повышение интенсивности труда дает рост выпуска лишь на непредложительное время потому что дальше начинается рост заболеваемости дальше начинаются производственные травмы дальше начинается рост брака производственного и кстати они очень четко показали что увеличить выпуск надо именно за счет повышение производительность труда на основе внедрения новой техники и вот рабочие очень внимательно отнеслись к тому что значит техника используется за рамками уже установлены паспортами техники продолжительности эксплуатации техники то есть они в этом смысле готовы контролировать обновление производства и в этом смысле они заинтересованы в том чтобы амортизационные фонды которые как раз и предназначены для того чтобы заменять выбывающую технику новой чтобы эти амортизационные формы использовались по назначению а значимость этого источника финансирования обновления производства очень велика об этом неоднократно например выступал такой известный экономист как доктор экономических наук олег анатольевич мазур да вот и хотя рабочие ставят вопрос непосредственно не о том чтобы контролировать фонд амортизации здесь надо смотреть значит финансовые документы на они готовы контролировать еще раз говоря хотят контролировать готовы контролировать способны контролировать заинтересован в этом контроле готовы контролировать процесс замены новой техники чтобы когда и истек срок эксплуатации нормативный значит пришел новый установка и вот они в общем-то это и по этого и потребует то есть больше того значит рабочие которые были делегированы российский комитет рабочих отметили что вот результативность их труда ведь естественно зависит от того как они взаимодействуют своими товарищами по работе ведь это кооперативный труд труд совместный и например выяснилась такая интересная деталь что практически все представленные на ркр рабочие работают в бригадах то есть используется то форма организации труда который позволяет проявить инициативу работникам самостоятельность прийти на выручку друг другу где возможно совмещение профессий то есть где потенциал совместного труда используется полная мере и вот поэтому одно из значит предложений до делегатов российского культета рабочих стоит в том чтобы везде где это целесообразно восстановить или развивать коллективные формы организации труда прежде всего конечно бригадные формы организации труда в том числе в виде таких развитых форм как смежная бригада как комплексные бригады вот об этом как-то сказать не слышно ни с каких сторон а вот от рабочих это слышно они понимают значимость коллективных форм организации труда готовы быть инициаторами воссоздания и развития этих форм также рабочие делегаты российского комитета рабочих уделили очень большое внимание развитию обучение работников здесь выделил целый ряд направлений обучение и профессиональное обучение и обучение техники безопасности и обучение наказанию 1 медицинской помощи и обучение и военному делу в том числе поскольку вот такая обстановка что в общем то надо быть готовым ко всему то есть рабочие в деталях все это рассматривали и причем было показано что все это значительной степени уже имеет нормативную базу в виде трудового кодекса который прям например требует что виды деятельности определенные осуществляется только при условии того что работники обучены да это обучение идет за счет работодателей вот такой подход совершенно правильный надо распространить на все виды обучения но и добиваться того чтобы развивался в работник не только профессионально но чтобы повышался его общий культурный уровень вот тогда современные работники современные рабочие это граждане россии будут и в полной мере использовать свой и творческий потенциал и будут проявлять и утверждать себя в качестве граждан при решении самых острых вопросов мы знаем что социально экономическая обстановка очень непростая внешне непростая внешне конечно отражается в определенной степени и на внутренней обстановке здесь нужна очень четкая ясная позиция да и вот культурное развитие рабочих поможет конечно отстоять интересы россии и это тоже настоятельная необходимость ну и наконец рабочие очень четко отметили делегаты российского пункта рабочих что в современных условиях условиях специальной операции к ним предъявляется повышенные требования на работе повышенные требования да и внесены такие значит поправки трудовой кодекс продиктованы обстановки специальной военной операции которые в мирное время конечно не приемли ну например значит приглашение на сверхурочное приглашение да без согласия работников отзыв из отпуска отмена отпуска конечно в обычное время это было бы грубейшим нарушением трудового права но в современных условиях это вполне объяснимо и работники и рабочие выступают эти не против этого а выступает за то что вот эти экстраординарные меры были до полной компенсации за повышенную трудовую нагрузку за то что вот работники вынуждены дополнительно работать и в общем то работать не считаясь с потребностями своей жизни в том числе и семей значит тут требуется и повышение оплаты часов переработки здесь требуется и представление дополнительного отпуска тогда когда вот горячка этого времени стихнет все это должно фиксироваться конечно да поэтому здесь много еще чего требуется и обеспечение жильем и обеспечение транспортом уж если пошла речь о ведении значит непрерывной работы имеется до смены которые захватывают и ночь значит нужен транспорт причем бесплатный который будет доставлять рабочих и на работу и с работы тоже но раз требует от рабочих жертв но это не надо же понимать так что все значит всю свою жизнь бросая и ничем не считая себя между с личными обстоятельствами семейными обстоятельствами вот только работа так вопрос не стоит пока до в нынешних условиях да и в любых условиях он так не может стоять потому что добрался человек ночью на работу или добрался ночную смену на работу это ведь не только его личное дело это дело и производственное тоже поэтому забота здесь о рабочих она еще и просто прямо диктуется производственной необходимостью так надо эту заботу проявлять да значит поставили рабочий вопрос о том что нужно снова восстанавливать медицинские кабинеты на всех предприятиях значит обеспечивают профилактику заболеваний и так далее и так далее то есть целый комплекс требований а это действительно требование значит руководителям предприятий да чтобы это было дополнено в коллективные договоры эти нормы были внесены и не только к руководителям предприятия это требование соответственно и к руководителям регионов и к правительству тоже потому что здесь многие нужны решения скажем представление семейным паром жилья по по низкой ставки аренды а может даже и без бесплатно за счет государства эту аренду допустим с тем чтобы рабочие и работники оплачивали сами свои коммунальные платежи но аренду платила чтобы государства то есть здесь очень целый комплекс требований которые еще раз говорю что эти требования появились не скандачка это отражение того обстоятельства что значит я хотел бы перефразировать известное положение что кому многое дано с того многое испроется вот с кого многое испроется тому надо многое дать вот тогда рабочие могут выполнить все требования которые предъявляются к ним на производстве для обеспечения оборот заказа и для нормальной работы экономики вот был такой очень деловой конкретный разговор ну и еще одно очень важное решение было принято было принято заявление российского комитета рабочих о том что необходимо отменить переход к повышенному пенсионному возрасту во вновь присоединившихся к российской федерации республиках и областях речь идет понятно о чем и о ком идет речь о донецкой народной республике и луганской народной республике запорожской и херсонской областях все прекрасно знают какая сейчас ситуация что эти республики находятся под обстрелом что часто они лишены элементарных удобств воды света и в этих условиях люди теперь уже граждане россии продолжают работать работа просто в этих условиях это в общем-то уже трудовой подвиг независимо того что когда же они работают они работают очень напряжённо поэтому разумеется в таких условиях когда люди несут на себе все тяготы вот этой обстановки обстановки вызванные агрессии американского фашизма во внешнем проявлении на украине то есть они прямо противостоят фашизму американскую вот эти люди конечно же не должны не должны быть подвергнуты еще одному испытанию а именно повышение пенсионного возраста а ведь это испытание то есть люди которые прежде рассчитывали на выход на пенсию сказать в определенном возрасте да и люди которые точно не станут здоровее вот под влиянием вот всех этих тягот и теперь эти люди будут вынуждены выходить на пенсию мужчина 65 лет а женщина в 60 лет это совершенно неуместные требования но честно скажу и мы фонд рабочей академии об этом неоднократно заявлял она не уместно и для россии было до так сказать границ вот до 1000 2000 22 года но и 23 годов но теперь то уж она точно по отношению к вновь присоединившихся регионам абсолютно неуместно абсолютно вдвойне неуместно но прямо скажем что это скорее вот такая мера заставляет многих людей задуматься как же россии точная мать родная или они для нее пасынки что вот к этим тяготам добавлю еще одна большая тягота вот рабочие в этом смысле проявили солидарность со своими товарищами которые сейчас работают в очень сложных условиях работают трудиться в очень сложных условиях на указанных регионах россии и приняли такое заявление больше что они предложили это очень правильное предложение считать один год работы в таких условиях засчитывать один год работы таких условиях за два года стажа трудового как сказать в обычном режиме почему это вот тоже очень понятно что в таких условиях труд конечно труд повышенной тяжести и это надо учитывать это надо учитывать вот такое был значит форум российский капитет рабочих можно рассмотреть в этом смысле как форум где собирались очень заинтересованные люди знающие люди которые эти сознанием дела выступали обсуждали и принимали соответствующие постановление постановление конечно рекомендаютного характера ну и отметим что работа российского капитета рабочих было очень напряженной до начали в 10 формально закончили в 6 но это закончили в общее заседание а потом шла работа над проектным постановлением где-то до 12 часов не а то есть вот так рабочих до был обеденный перерыв до на полтора часа почему полтора часа надо было потому что дайте до столовой соответственно и покушать обед обед как говорят участники был хороший салат оливье щи хорошие такие щи да значит гуляш с картофельным пюре компот из сухофруктов и выпечка такая была то такая булочка хороший обед вот он так много времени было еще время для перехода в столовую из здания где проходила заседание российского аппетита рабочих ну и небольшой отдых вот в таком напряженном режиме работали потом еще значит на следующий день двадцатого числа был был было было по первой плане дня посвящена принятию постановлений обсуждение итогов ркр и делегаты отправились дам значит вот это один форум значит вторую формах о котором я уже упомянул начале это съезд российский съезд промышленников их союза промышленников и предпринимателей где были тысячи делегатов и вот значит где выступил президент но вот отметим что это сказать собрание то было большое смысле участников а вступавших это было мало ну понятно президент выступил конечно но других то там но той же точно меньше десяти человек вот на российском тете рабочих 17 делегатов каждый из них выступил да не по одному разу а вот на съезде союза промышленников и предпринимателей из тысячи человек выступила меньше десяти по одному разу ну и президент тоже выступил это понятно то есть вот вам мировую часть остальных были слушатель такая большая большая чаша слушателей ну и надо сказать что выступления были такие очень такие обтекаемые были там понятные такие очень конкретные меры где говорилось о том что например что министр мантров теперь уже вид спример говорил о том что ряду предприятий из фонда развития промышленности выдаются кредиты под процентную ставку 1 процент но это хорошая мера такая очень хорошая мера но это ряда предприятий остальные все кредитуются посев под совсем другие ставки и как попасть вот в число вот этих которые под один процент наверное это не каждому не каждому дано и не дается ничего не говорилось об обновлении производства смысле за счет амортизационных фондов до ничего не говорилось о том как используются эти амортизационные фонды вот то что волнует рабочих чтобы оборудование использоваться нормативно в строгом соответствии с нормативными сроками здесь как-то это не звучало совсем совсем не звучал значит если рабочие спеть самотверженно трудятся и за рамками уже нормальный продолжительность рабочего времени то здесь как-то вот самотверженности не было заметно потому что я виду на большом форме где было тысячи бизнесменов давайте уж вещи своими именами называть кто там был приставлю значит там как-то самотверженности мало было и президент конечно призывал помочь на вложиться до их что не вызывал вообще большого энтузиазма потом президент призвал вложиться в проект дороги железной там 170 километров которые такое мисс должна иметь стратегическое значение будет место значение тоже не было никакого энтузиазма никогда вообще было показательно что когда миллиардеры имеется долг долларов и миллиардеры там миллиардеры я думаю рублевые то все почти делегаты наверно а вот долларов и миллиардеры ну например по тайне выходили к ним здесь значит корреспондент для ну как вы будете вкладываться вот этот проект строительство железной дороги подумаем подумаем еще быстрее чем корреспондент значит влетал то есть убегал от того чтобы ответить на этот вопрос от вопрос убегал то есть по всему видно что никто не спешит вкладываться в этом смысле решать проблемы которые вот как считает президент имеют общегосударственные значения вот рабочие на общегосударственные нужды работают не покладая рук и думают как лучше это организовать детали деталь поэтому очень как-то сказать мало позвучало конкретики насчет например поговорили о дефиците рабочих кадров это тоже мысли звучало но вся надежда на том что будут готовить средние специальные учебные заведения есть программа профессионалитет делать хорошие но ведь это целый комплекс проблем о которой говорили и которые были отражены пути решения их были отражены в постановлениях российского театра рабочих делегаты рабочие 17 человек о том что нужно обеспечить наставничество да кто должен быть наставником все это очень деталях обсуждалось российском дети рабочих и только было обозначено едва-едва вот на этом форме великом тысячи бизнесменов то есть поэтому конечно если сравнивать по содержанию того что звучало на двух этих формах то безусловно с точки зрения понимания происходящего в производстве в российском с точки зрения того что нужно сделать для развитие производства форм 17 делегатов рабочих был выше чем вот этот форум тысячи бизнесменов ну и нам сказать что вот двигают рабочие в общем были озабочены тем как вот помочь стране выставить в условиях этой специальной операции что нужно сделать на предприятие для того чтобы решить ее задачи и тут никаких сомнений не было у них что надо не надо там выгодно не выгодно это они очень думали о том и даже когда и вернее выдвижение требований рабочих к улучшению их положения ты лишь выражение того что вот решить задачи специальной операции требующие от рабочих особых усилий вот решить нельзя без того чтобы не подменить некоторые дополнительные меры компенсации за вот эти дополнительные усилия иначе просто все сорвется и оборвется и тогда все это рухнет то есть это не знаете не такая неприихоть рабочих хорошо бы нам лучше жить это просто деловая постановка вопроса о том что для того чтобы решить более сложные задачи нужно вот дополнительные условия для тех кто будет эти задачи решать то есть рабочие а вот у этих бизнесменов прямо скажу лица были какие-то очень такие грустные особенно когда президент заговорил о том что хорошо бы вывести средства из офшоров да то есть из-за границы вот вывести их и снова куда ввести в россию вот как-то здесь не было видно воодушевление вот не было такого порыва который например был в 1619 году в нижнем новгороде например как нижегородец эту историю хорошо знаю картина маковского есть во звание минина да какой было стремление что не пожалеем имущество его заложим жен своих но значит войско соберем это между прочим обращался не какой-то там и такое провозглашал никакой это нищий человек это кузьма минин староса то есть это человек тогда обеспечены был да и конечно это вот такой был патриотический порыв поддержана но кто не поддержал его тех вообще в обязательном порядка порядке обложили а вот как-то у нас вот в данном на данном форме я виду на форме тысячи бизнесменов это прозвучало виде такой просьбы я бы даже сказал так как тут похоже президент как будто бы даже изменялся то что он вот такой просьбой обременил присутствующих а вот присутствующие продемонстрировали именно то что вот их это обременила просьба у них лица были какие-то скучные очень недовольны и так честно говоря осталось неясным вот они как они сказать эти средства из офшоров в россии выведут или нет в виду точнее говоря будет это средство используя для того чтобы развивать отечественные производства укреплять обороноспособность стороны линии будут это все значит осталось на их водку да вот если сравнить патриотический настрой рабочих и бизнесменов то это небо и земля то есть имеется то что рабочее небо это вот совсем другой настрой у бизнесменов у тех кто вот сегодня решает судьбу отечественного производства да и должен решать и располагает основным средствами для развития отечественного производства ну и еще одна очень интересная деталь сопоставление я уже говорил о том что обеденный перерыв российского капитата рабочих составил полтора часа с учетом того что надо идти другое помещение а вот интересный был порядок дня у сказать участников съезда российского союза промышленников и предпринимателей начинался день с полутора часового значит кофе такого кофе встречи полтора часа ну как же надо кофе попить это правильно полтора часа булочки съесть или еще не знаю что а чем закончился рабочий день тоже полтора часа уже фуршет а между сказать вот этим кофе встречи и фуршетом где-то тоже часа три вот заседание ну то есть сколько за столами столько но и в зале да тем более чтобы зале надо было слушать что там как-то выступление искать пять человек ну шесть ну семь с учетом того что некоторые министры с места отвечали на обращение президента так что не поймешь вот люди на что больше собрались на на фуршетную процедуру там тоже на беседы идут но сказать беседы которые в общем ни к чему не обязывает или они все-таки вот участники такого форума где должны были какие-то формироваться решения если решение какие-то сказать тоже непонятно какие там сформировались так что тоже интересно споставить там 10 часовой рабочий день у делегатов рабочих и даже побольше плюсом к нему идут вот эти полтора часа обеденного прерыва но и 3 может быть все 3 сова силы рабочий день участников съезда российского союза промышленных принимателей с трехчасовым фуршетом я думаю что и после официального фуршета ведь тоже может никто не помешал еще куда-то пойти тем более что средства позволяют я вот назвал меню значит участников российского театр рабочих и могу сказать что обед из четырех указанных блюд составлял без оплаты дополнительно того что это разносилось работниками столовой стоил меньше 500 рублей а вот интересно что было на столах на кафе встречи и на фуршетах тоже в расчете на каждую 500 рублей или все-таки немножко побольше надо вообще показать ну вот рабочие на работе уж точно как значит бизнесмены конечно наработали это дело это конечно деталь но это деталь очень показательно что вот у рабочих у рабочего человека даже сказать его не рабочее время время вот участие в этом общественно сдачным событием каким является российский китет рабочих это не праздник это прежде всего напряженный поиск того как улучшить жизнь рабочего класса лучше производство российская ну и улучшить жизнь россии как а в сегодняшних словах как ее защитить а вот у участников значит форума бизнесменов очень сильно обстановку напоминает на праздник где вот есть неприятная часть такая обязательная да где надо слушать там кого-то в том числе и даже президента причем вот я еще раз говорю что настроение в зале после обращения президента было не самые светлые самые радостные никто не вырвался и не сказал что заложим жены детей своих да но обеспечен нет что-то никто не рванул в отличие того что делал купец сказать обеспеченный человек своего времени казьма минин никто не рванул да так вот значит здесь это вот полупраздник пола такая дежурная процедура но наверное что-то там решали наверное что-то решали но закулисное решение это опять решение такое чтобы не дай бог не обязать всех какие-то договоренности чтобы не дай бог не поставить предпринимателей в положение людей которые будут обязаны выполнить намечены да конечно современное государство приняло ряд мер жестких по отношению к кому но тем кто исполняет оборонзаказ да и введение управления внешнего если частные предприятия не выполняют оборонзаказ и вплоть до уголовной ответственности за исполнение оборонзаказа но так время такое чувствует удивляться то да и что же по этому поводу что называется переживать но надо мобилизоваться все-таки вот тем не менее вот дух мобилизации у рабочих присутствует без предпринимателей не присутствует это вот точно совершенно различие эти двух мероприятий и двух форм подводя итог можно сказать что да хотя сегодня власть на предприятиях значит средства финансовые материальные все находятся у собственников этих предприятий и предпринимателей но не они вообще говоря решают эту судьбу судьбу сегодня россия судьбу россии решает заинтересованное творческое отношение это ответственное отношение вопросам производства рабочего класса и в лице своих лучших представителей вот это было продемонстрировано российским комитетом рабочих но это говорит о том что рабочий класс это класс восходящий что ему принадлежит будущее потому что когда он будет у власти он эти вопросы которые сегодня он вставляет в качестве требней рекомендации пожелания эти вопросы будет проводить при помощи своего государства и они будут решаться быстро успешно и эффективно вот класс капиталистов которые тоже конечно стараются что-то и делает но делает с оглядкой на свои офшоры делает с оглядкой на свои особые 5 интересы этот класс не может обеспечить будущее россии этот класс исторически нисходящий поэтому те кто хотят чтобы россия развивалась чтобы был обеспечен прогресс россии те конечно должны поддерживать рабочий класс ну и тогда вот рабочий класс своей энергичной деятельностью и своей борьбой за интересы россии будет конечно подвигать и правящий класс даже если тут будет немножко опираться он будет как следует опираться и значит сильно заботиться о своих особых интересах но чтобы рабочий класс свою задачу выполнил надо конечно же укреплять развивать его политический авангард а именно общественное объединение рабочую партию россии поэтому вот решение насущных вопросов россии в том числе связанные с тем как рабочий класс все сочувствующими рабочему классу будет укреплять и развивать рабочую партию россии как будут расширяться ее ряды день значит возрастать ее роль поэтому естественно всех кто смотрит будущее и заботится о приближении будущего борьбе вместе с рабочим классом всех я призываю вступать в рабочую партию россии спасибо за внимание